Значит, смотрите, на сегодняшний день у нас в Харьковской области остается два неблагополучных пункта по африканской чуме свиней. Это один пункт в Адалажском районе, село Федоровка, где в частном секторе была диагностирована африканская чума свиней. И второй пункт, это Близняковский район, село Надеждино, но не само село, а урочище, охотничье, где был обнаружен труп дикого кавана. По данным, которые мы на сегодняшний день имеем, возможной причиной вспышки данного заболевания является то, что по новой водолаге путь передачи был через корма, опять-таки там рядом находится лесной массив, в котором есть дикие кабаны. Аналогичная ситуация у нас нарисовалась по африканской чуме и в Близняковском районе. Почему? Потому что там выявлен труп дикого кавана, однозначно этот труп был подброшен. Почему? Потому что по таксации прошлого года, вернее даже этого года, по таксации Близняковский район практически не имеет дикого кавана по голове. Отсюда мы можем говорить, опять-таки, что это человеческий фактор, который сыграл свою роль в возникновении данного заболевания на территории Харьковской области. Если в прошлом году мы имели вспышки по Харьковской области и в целом по Украине это были как бы приоритетными те, которые вспышки были по частному сектору, то на сегодняшний день не только в Украине, но и в Западной Европе увеличилось количество вспышек по африканской чуме и свиней среди дикого кабана. Это говорит о том, что вирус начал переходить и более в дикую природу, и дикий кабан не так восприимчив к африканской чуме в сравнении с домашними животными. Поэтому весь тот промежуток времени, когда Украина стала неблагополучной по африканской чуме свиней, можно говорить, что весь тот вирус, который находился на диком кабане, он продолжает иметь место и продолжается эпизотический процесс по данному заболеванию. По обеим случаям, те, которые мы выявили по водолаге и по близнюкам, мы проводим те мероприятия, которые должны быть в соответствии с существующей новой инструкцией. По новой водолаге мы, я так думаю, до 23 августа мы снимем уже карантин и обмежение, потому что там практически проведены все мероприятия, которые должны были проходить. Мы сделали заключительную дезинфекцию. Все те средства и материалы и методы, которые было необходимо сделать, включая и дезбарьеры и пункты пропуска, это все было сделано. Были проведены обходы, были проведены, проведена разъяснительная работа. Аналогичную работу мы проводим и по близнюкам. В Близнюках на сегодняшний день в 3-х километровой зоне у нас отсутствует свинопоголовье в частном секторе. В 10-ти километровой зоне мы заканчиваем обходы свинопоголовья населенных пунктов. Это 16 населенных пунктов, в которых есть свинопоголовье. Мы сейчас осуществляем обходы в соответствии с инструкцией, клинический осмотр. Смотрим, взяли под контроль все это свинопоголовье. Поэтому все те мероприятия, которые предусмотрены, опять-таки, инструкцией, мы проведем в сроки. И я думаю, что тот карантин, который обмаживается 40 днями, мы закончим установленные сроки. Поэтому такая ситуация. Распространение дальнейшего мы не ожидаем. Но, опять-таки, во всех тех случаях, которые были у нас в начале года по африканской чуме свиней, однозначно прослеживается тот след, в котором, скажем, основную роль играет человеческий фактор. Мы говорили ранее о том, что существуют определенные экономические связи между районами. И то, что у нас на сегодняшний день Полтава, Одесса, Закарпатская область, есть вспышки африканской чумы свиней, это дает основания говорить о том, что течение эпизотического процесса африканской чумы продолжается как по частному сектору, так и по свиням. И в данной ситуации только те мероприятия, которые необходимо проводить, как разъяснительную работу, полный учет свинопоголовья, содержание животных согласно существующих ветеринарно-санитарных требований для хозяйств и плюс тех требований, которые Дэшпродспоживслужба выдвигает для частников, которые держат конкретно животное в частном секторе у себя. Каждая, будем говорить, те моменты, которые у нас на сегодняшний день есть по предупреждению африканской чумы свиней, они направлены в первую очередь на повышение содержания животных в частном секторе, усиление, скажем, режима ветеринарно-санитарных правил. Аналогичная ситуация у нас по хозяйствам, скажем, юридическим лицам. То есть те хозяйства в прошлом году, которые не смогли выдержать в полном объеме требования ветеринарно-санитарных правил, на сегодняшний день, по сути дела, они перестали существовать. К сожалению, у нас есть факты, когда определенные лица держат в частном секторе диких свиней, которых они выращивают, и после этого выпускают на волю для проведения охоты. Вот этот фактор играет тоже немаловажную роль. Почему? Потому что зачастую данные люди не выдерживают никаких ветеринарно-санитарных требований. Это раз. Второе. Добытый зверь, который был там, скажем, в молодом возрасте, его эпизотичный стан мы не можем и клинический стан проследить. И самое плохое в том, что эти люди, как правило, скрывают содержание этих животных. Аналогичная ситуация есть у нас в вопросе и по содержанию и уклонению, будем говорить, от регистрации свинопоголовья в районах. После определенной проведенной работы по выявлению вот таких, скажем, скрытых хозяйств, ну, у нас в Бурлузском районе три хозяйства мы выявили, в Змеевском мы три выявили. И последнее то, что мы выявили, это в Близняковском районе тоже мы выявили четыре хозяйства, которые не подвергались, будем говорить, ветеринарным обработкам, не стояли у нас на учете и практически не допускали Держпродспожилслужбу к контролю данного свинопоголовья. Это крайне негативный вот тот вопрос, который на сегодняшний день существует, когда мы не можем проконтролировать на территории Харьковской области вот именно эти скрытые хозяйства. Те, которые работают в рамках закона, они под постоянным контролем, поэтому у нас как бы ситуация складывается в отношении с ними так, как и должна быть по законодательству. А с этими людьми, безусловно, мы на сегодняшний день проводим мероприятия по Близняковскому району, выезжаем на эти выявленные хозяйства совместно с полицией, совместно с администрацией, для того, чтобы привести и ввести этих людей в рамку закона, для того, чтобы мы могли на дальшее и на будущее иметь определенные, ну скажем, усилия, те, которые мы можем применить для недопущения занос африканской чумы свиней в ЦЕР. По Харьковской области и по Украине.